Президент с человеческим лицом. Дональд Трамп посетил Северную и Южную Каролины, пострадавшие от урагана Флоренс. Глава государства побывал в церкви в городе Нью-Берн, где организован Центр по распределению продуктов и предметов первой необходимости. Вместе с другими волонтерами Трамп принял участие в раздаче контейнеров с хот-догами, фруктами и картошкой фри. Президент выразил соболезнования близким и семьям погибших в результате стихийного бедствия, а таковых более 30 человек, к сожалению. Он также пообщался с местными жителями, пообещал им, что вся инфраструктура будет восстановлена. Затем Трамп отправился в Южную Каролину, где провел совещание о ликвидации последствий стихийного бедствия в Центре по чрезвычайным ситуациям. Сейчас все соцсети первого лица Америки забиты фотографиями и видео из Каролин обеих. Вот он, новый образ нью-йоркского миллиардера. Хождение в народ испытаны всеми, кажется, политиками мира прием, но раньше 45-й президент США с этой задачей справлялся не очень. К примеру, прошлогодняя поездка в Пуэрто-Рико запомнилась местным жителям бросанием в них бумажных полотенец. Им же, пуэрто-Риканцам, наверняка не понравилась ремарка Трампа о том, что на архипелаге погибли не так много людей. Это цитата от 3 октября 1917 года. Ну а вот теперь хождение в народ выглядит, пожалуй, более убедительно. Обсудим с Борисом Пинкусом, активным сторонником и членом республиканской партии. Борис с нами на связи сейчас? Добрый день. Здравствуйте. Борис по телефону с нами. Да. Да. Я вас благодарю, что вы присоединились к нашему эфиру. Но вот как вам образ главы государства? Ну, во-первых, он эволюционизирует. Вы обратили внимание, он становится умнее, он становится более активным. То есть его роль отвечает требованиям числа избирателей, число которых растет с каждым разом. И я считаю, что сегодня он ведет себя правильно, адекватно, что соответствует требованиям к президенту страны. Подождите, но вы говорите, что растет с каждым разом, но у меня немного другие цифры. Вот сейчас рейтинг президента составляет 36%. И это серьезное падение. С прошлого месяца падение составило 8%. Ну, я не знаю, откуда эти цифры. Я придерживаюсь того мнения, что, к сожалению, многим не нравится. Это, наверное, вам лично тоже. Но CNN и подобные... Это, кстати, цифры CNN и еще нескольких источников. Извините, Мария. Да, я не верю им, я вам честно скажу. Я не верю им. Я верю Pew Services, которые очень объективно оценивают ситуацию, как правило, всегда. Поэтому я бы считал, что эти цифры неверны. Я не верю в это, потому что я постоянно в контакте с моими однопартийцами практически во всех штатах. Я имею информацию, получаем репорт, анализируем. Готовимся к промежуточным выборам, как вы знаете, 6 ноября. И эта цифра... Сегодня перед нами стоит задача удержать эти 62 миллиона избирателей, которые поддержали Трампа на выборах. Не только это число, но и привлечь на свою сторону представительных национальных меньшинств. Это афроамериканцы и латинос. Уровень жизни, который значительно улучшился за эти два года при Трампе. Одновременно Трамп является тем человеком, который проводит, мягко говоря, жесткую иммиграционную политику. И, например, демократы считают, что ровно в связи с этим, в связи с разделением семей на границе, и в связи с планами по строительству стены, как раз латиноамериканцы не очень готовы поддержать президента. У вас другое мнение и другие данные? Да. Расскажите. Я вам скажу в чем дело. Я один из миллионов, которые приехали в эту страну легально, пройдя огромные барьеры, интервью, applications, FBI и все, что хотите. Да. Это соответствует требованиям американской конституции. Почему же мы должны терпимо относиться к тем нелегалам, которые пересекают наши границы? Не просто пересекают, они ведь еще и приносят с собой оружие и наркотики и так далее. Ну, оружие мы сами раздаем. С этим у нас нет проблем. Ну, да, к сожалению, вы правы. Я так согласен. Но в то же время, дополнительно к этому оружие нелегально проводится тоже. Поэтому я хочу сказать, что относительно нелегальной иммиграции Трамп тысячу раз прав, так должно быть. А то, что касается разделения семьи и детей, это не воля Трампа. Эта палоса существовала еще до Трампа. Это еще было при Обаме. И я считаю, это невероятно. Она просто не практиковалась. И детей нельзя разделять от родителей. Я считаю, это неправильно. Это в корне неправильно. Это так не должно быть. Так не должно быть. Ну, главным лицом той политики был Джефф Сэшнс, которого Трамп не взлюбил активно. Поэтому на него и все, на всю ответственность, я думаю, повесят администрация. Вы знаете, я вам скажу честно. Страна находится в стране гражданской войны на информационном поле. Это 100%. Это результат застоя, огромнейшего застоя, который наблюдается в течение последних 30 лет. По всем направлениям. Я, будучи республиканцем, я по зову сердца республиканец, но в то же время я, прежде всего, американец. Поэтому я хочу сказать, что виноваты и республиканцы, и демократы в этом. Много дров наломал Буш, прямо надо сказать. Еще больше наломал Обама. И теперь, к сожалению, Трампу, экстраординарному президенту, приходится все это рассказывать. Да, я согласен с теми, кто считает, что Трамп, поведение Трампа не отвечает требованиям, придаем главе величайшего государства мира. Это по умению говорить, по умению общаться с окружающими, его подчиненными и так далее и тому подобное. Но давайте будем говорить прямо. Я, например, как орденарий американец, сужу президенту по его действиям. Очень многое дело это за последнее время. И мы должны признать это. Давайте будем объективны. Это и налоговая реформа. Я, например, это ощутил на себе уже, как работающий прилежный налогоплательщик. И это в то же время, и, конечно же, надо признать, увеличение огромного количества рабочих мест. И вы знаете, сегодня Дау Джонс побил рекорд. 26 поинтов, больше, чем 26 поинтов. Да, Борис, вы знаете, я хотела вам сказать, что вот только что мы проверили данные Pew Research, о которых вы говорите. Так вот, по данным Pew, 40% рейтингу Трампа, 40%. Ну, не 36, по-моему. Что, простите, да, не 36, совершенно верно. Ну, 36% это данные CNN, еще раз повторю. Юрий Сеевич дает 40%, разница в 4%. Совершенно верно. Да. Так вот, и, в общем, 54% американцев однозначно говорят, что они не одобряют деятельность действующего главы государства по сравнению с другими президентами. По данным Pew Research, это рекордно низкий рейтинг Борис. Да. Вот как вы думаете, это связано с чем? То есть, вот, вы сейчас уже сказали, что есть вещи, которые вы не одобряете в деятельности, там, например, нынешнего президента республиканской партии. На ваш взгляд, есть ли какая-то ключевая ошибка, которая влияет на популярность действующего главы государства? Да, я считаю это средством массовой информации. Так это же не его ошибка. Нет, это не его ошибка. Это не его ошибка. Вообще, в нем одно главное, что не хватает как президента, это умение общаться с публикой, с народом, со средствами массовой информации. Это мое убеждение. Единственное, но оно ничтожно в сравнении с теми действиями, которые он предпринимает. Это надо отдать должное ему. Я сегодня ни разу не слышал. Я смотрю CNN, я смотрю NBC, я смотрю ABC и, конечно же, сравниваю с факсом. Как и вы это делаете. И ни разу не было сделано достойного, трудолюбивого американца, объективного анализа того, что делает сегодня наш президент. Этого нет. Ну, давайте прямо говорить. Американцу наплевать, что творится за рубежом. Но ему не наплевать, что сегодня происходит на рынке. Какая зарплата у него, какая у него система здравоохранения, что-то происходит с транспортом общественным. И что происходит с оружием в Америке. Вот это очень важно. Это те проблемы, которые волнует каждый из нас ежеминутно. Вот в этом направлении Трампу не дают сосредоточиться. Обратите внимание. Вся энергия его тратится на войну с сплетнями, с выпячиванием. Он первым назвал средства массовой информации фейк-ньюс. И это именно он назвал средства массовой информации врагами народа. Что, наверное, неправильно. Не так ли? Ну, я согласен с вами. Нельзя называть врагами народа в СССР, особенно в демократической стране. Это исключено полностью. Это было неправильно. Обратите внимание, он перестал. Там на него поднажали, и он почувствовал пульс его избирателей. Он перестал это выражение использовать. Но в то же время, в то же время, согласитесь, вот минуту назад вы привели пример. Данные, приведенные в CNN и NPU agencies. Абсолютно большая разница. 4% это существенно. Мне кажется, в этом нет заговора, Борис. То есть, часто, часто разнятся цифры. И цифры были совершенно нереалистичны перед выборами. В который раз, повторю я, и мы все думали, что Хилари победит, просто исходя из цифр. Да. Вы знаете, Трамп сам не верил, что он выиграет. За минуту до того, вот как вот пока цифры не появились, он не верил, что он победил. И в то же время, благодаря средственной информации, они лгали, говорили неправду, а он сделал и выиграл. Понимаете? И поэтому эти вот полы, которые сейчас показывают, я им тоже не верю. Абсолютно нет. Ситуация очень несправедливая. Сегодня средственной информации, предназначенной для обеспечения населения информацией, как в Америке говорят, we provide, you decide, этого уже не существует. К сожалению, средственной информации дают уже заранее выбранное мнение. Понимаете? Понимаете? Поэтому в этом вся проблема. Этого не должно быть. И происходит раскол. Вы обратите внимание, насколько могущественны средства информации в разделении общества. Сегодня общество расколто, как никогда. Что делать? Надо находить выход из положения. Понимаете? Поэтому Трампу сложно, очень трудно. При всех его внешних недостатках в действиях я не вижу проблем. Абсолютно. Он все делает правильно. Вот другое дело, нет объективности. Сегодня надо демократам и независимым республиканцам забыть о партийной принадлежности, думать о американских ценностях, заложенными отцами основательной страны, и начать решать проблемы. Тем более, что то, что происходит в Америке, сильно отражается во всех уголках земного шара. Это очень серьезно, очень сложно. И Европа, в частности, сегодня переживает тяжелейшие времена. И не без участия Америки, я считаю. Я уже не говорю о других частях света. Ближний Восток, Россия, что творит в России. А молодые республики, это моя гордость, это Грузия, это Украина, это они, еще не успевшие встать на ноги, им нужна поддержка. А этого, как раз-таки, сейчас и не происходит в той степени, в какой должно быть. Борис, я вас благодарю. Борис Пинкус, председатель Республиканской партии Ассамблеи штата Нью-Йорк. Я прошу вас прийти к нам в студию, по возможности, Борис, и пообщаться с вами более подробно. Было бы очень интересно. Вам удачи. Вам удачи. Благодарю вас. Сейчас у нас на связи Игорь Елисеев, общественный активист, который придерживается, мне кажется, прямо противоположного мнения относительно нового образа Дональда Трампа и Дональда Трампа вообще. Здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарю вас за возможность участвовать в вашей передаче. Я благодарю вас, что вы участвуете в ней. Так вот, скажите, насколько убедительно выглядит Дональд Трамп, его хождение в народ, его раздача еды, помощь пострадавшим и так далее, и так далее. Ну что, я хочу отметить большой прогресс, на самом деле. Вместо разбрасывания бумажных полотенец и туалет и бумаги мы наблюдаем раздачу продовольственных пайков. Несомненно, это большой шаг вперед. Читается сарказм в ваших словах, Игорь. Я по поводу сарказма еще скажу несколько слов, чуть-чуть попозже, если вы мне позволите. Да, конечно. Да. Что я хочу сказать по поводу поездки Трампа, которая началась в среду в Северную и Южную Каролину. Не поехать, конечно, он не мог. Во-первых, Южная Каролина это как бы одна из очень республиканской партии, которая постоянно голосует за республиканскую партию, дает большой перевес голосов для всех республиканских и удвиженцев. А Северная Каролина является так называемым свингстейт. Поэтому, опять-таки, посетитель штат Трамп просто был обязан. Что еще можно сказать по этому поводу? Ну, он убедителен был, на ваш взгляд. По-своему, он был убедителен. Вот, например, мне запомнился один эпизод, когда он подошел в одном из городков, затопленных городков Северной Каролины, он подошел к местному жителю, спросил, это твоя лодка или нет. Кто-то сказал, нет, вот видишь, она тебе припыла, теперь это будет твоя лодка. То есть тут как раз его сардонический юмор с саркастическими ремарками, на мой взгляд, совершенно неубедительный и неуместен. Мы, как бы, от прошлых президентов мы знаем, что им удавалось создать обстановку комфорта, создать обстановку соучастия, сопереживания, сострадания пострадавшим от всяких климатических бедствий, от климатических катастроф. Мне кажется, Трамп чисто по-человечески просто не умеет это делать. У меня масса друзей, которые являются трамповскими саппортерами, и они мне всегда говорили, дайте Трампу какое-то время, он научится. Ну вот смотрите, вот только что у нас был сторонник республиканской партии в эфире, вы, по-моему, слышали даже его интервью. Так вот он говорит, что проблема в том, что Трамп не умеет разговаривать с людьми, он не оратор, в отличие от Обама. И это главная ошибка, дескать, президента, что он не умеет доносить свою мысль. Одновременно, удивительным образом, именно этого человека, это я уже от себя добавляю, выбрали президентом Соединенных Штатов. И именно его манера общения, каковой бы она ни была, нравится 40%, как вы выяснили, 40% американских избирателей. Ваше мнение относительно рейтинга президента, вот эти 40%, это реалистичная цифра, на ваш взгляд? Да, потому что вполне реалистично, да. Я вполне поддерживаю эту цифру, я даже считаю, что она может быть немножко занижена. Дело не в этом, понимаете. Да, Трамп может научиться, он может, например, раздавать продовольствия на паке вместо разбрасывания бумаги. Но, понимаете, он может приобрести определенный политический, дипломатический опыт. Но, понимаете, совести не научишь, благородству из учебников тоже не почерпаешь. Президент, на мой взгляд, он должен быть консолидирующей фигурой, он должен быть моральным компасом в обществе. И, на мой взгляд, Трамп им не является. Ну, его попытки быть ближе к людям, они похвальны, по мнению многих обозревателей. Одновременно его, например, оценки ситуации в Пуэрто-Рико многих смущают крайне. А вот вы как считаете, как общественный активист, что должен был бы сделать президент? Ну, смотрите, Пуэрто-Рико это ассоциированная территория с Америкой. И так многое делается для спасения Пуэрто-Рико. Трамп считает, что 3000 человек погибшие, это люди, которые погибли впоследствии, умерли впоследствии, не во время урагана. Поэтому цифра это манипулятивная, на его взгляд. И, по мнению главы государства, на самом деле погибли 40, условно, человек. А 3000 это раздутая средствами массовой информации цифра, раздутая демократами цифра. Опять-таки, это из-за отсутствия сострадания и какие-то обычные человеческие качества нашего нынешнего президента. Что такое Пуэрто-Рико? Пуэрто-Рико он не рассматривает как какую-то электоральную базу. Пуэрто-Рико не участвует в нашем голосовании. У них нет представителей ни в Сенате, ни в Конгрессе. Понимаете? Поэтому Пуэрто-Рико был абсолютно формальный подход со стороны Трампа. Если мы возьмем, к примеру, предыдущих президентов, и даже Буша, и Клинтона, и Обаму, когда они обнимали пострадавших, когда они проливали свои слезы, пусть это были даже немножко бутафорские, голливудские слезы, но, тем не менее, мне кажется, людям, которые перенесли, которые потеряли близкие, которые потеряли свое имущество, мне кажется, у них наступало определенное облегчение после этого. Игорь, а где вы живете? Где вы находитесь сейчас? Я живу в северном Нью-Джерси, в городе Ферлон. Ну, мы с вами живем в, скорее, наверное, либеральном мире. Правильно я понимаю? Ну, как раз в Нью-Джерси, тут есть очень большие куски республиканской территории. Да, но Нью-Джерси обычно голосует все-таки за демократов. Вот в нашем штате очень часто выбирают, например, губернатором штата выбирать республиканцев. Ну, Крис Кристи, мы помним. Крис Кристи, я думаю. Но вообще, по вашим ощущениям, это будет последний вопрос, американское общество сейчас, которое, да, расколото, но, тем не менее, оно хочет перемен? Или их устраивает все-таки большинство американцев, тех людей, которые не выступают по телевидению, которые просто делают свои дела, работают, живут? Или они сейчас не хотели бы импичмента, каких-то бесконечных тектонических сдвигов в Вашингтоне? Чего хочет американское общество? Нет, в душе американского общества, в душе американского народа, конечно, хочется консолидации. Просто я, опять-таки, еще раз повторяю свои собственные слова и не рассматриваю Трампа как консолидирующую фигуру. Мне кажется, что... Я, например, вспоминаю времена президентства Буша, когда были тоже большие протестные, я помню, всякие события по поводу Буша. Но когда случился 9-11, у Буша поддержка была больше 90%. Ну, это трагическая ситуация, всех объединило, это понятно. Потому что когда какая-то критическая ситуация в обществе наступает, какое-то национальное бедство, бедство национального масштаба, все общество... В том-то и дело, что Трамп не явился тем человеком, который бы объединил. Трамп может сплотить это общество. Если позволите, я хотел бы еще два слова. Очень коротко, пожалуйста, Игорь, нет времени. По поводу моего уважаемого оппонента, Бориса Пинкуса, который говорил про иммиграционную реформу. Он, опять-таки, видите, обвиняет прессу, что пресса неправильная и непорядочная, истолковывает все инициативы Трампа. Ну, на самом деле, если посмотреть на то, что делает Трамп, он постоянно кого-то обвиняет. Он или обвиняет нелегальных эмигрантов, или обвиняет женских каких-то активистов, или обвиняет прессу, или обвиняет фракцию демократической партии в Конгрессе. У него все виноваты, кроме его самого, понимаете? Это тоже как раз свидетельство о нечистоплодной, моральной нечистоплодности нашего президента. Поняла вас. Я вспоминаю Обаму, который ездил по разным странам и извинялся за Америку, даже за те прегрешения, которые, может быть, не совершал. Это, на мой взгляд, был не признак слабости. Это был признак характера. Об этом спорят до сих пор, Игорь. Спорят, правильно ли поступал Обам. Спасибо. Игорь Елисеев, общественный активист, штат Нью-Джерси, был с нами на прямой связи по скайпу. Увидимся еще в эфире РТВ. Субтитры создавал DimaTorzok